Я перед молитвой зачитаю из Евангелия от Луки, 5 глава, с 1 стиха. Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать Слово Божие, а Он стоял у озера Генесарецкого, имеется в виду Христос, увидел Он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симоном, Он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ, «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась». Я бы сегодня хотел, чтобы мы с вами были свидетелями чуда на глубине. Чтобы сегодня, может быть, кто-то всю ночь молился, может, кто-то до этого молился, ничего не получал, и у него пустые сети, и у него нечем, так скажем, подкрепиться от Господа духовно. Чтобы сегодня мы на этом месте могли действительно отправиться на глубину, довериться обетованиям Божьим, довериться Слову Божьему, которое сегодня будет звучать для нас, для того, чтобы что-то совершить, какой-то труд Божий совершить в наших сердцах. Чтобы мы были открыты для этого, чтобы мы могли довериться этому, чтобы действительно Бог мог совершить чудо в нашей жизни. Какое оно будет, я не знаю, да? Кто-то от чего-то освободится, кто-то обогатится каким-то познанием, но мы не знаем, как Бог, что для кого приготовил, но то, что приготовил, это однозначно. И то, что у Бога есть благословение, чтобы благословить каждого на этом месте, и не только на этом месте, но по всему лицу земли, и, знаете, и по всей вселенной, то у Бога это и есть богатство. Слава Господу! И наша с вами задача принять от Него эту милость, эту благодать. Поэтому пусть Господь сегодня благословит на этом месте, чтобы мы могли отправиться с вами на глубину. И там, на глубине, в благодати Божией, искать это благословение для своей души. И бывает такое, знаете, человек приходит, как я уже сказал, опустошенный, но вроде Слово Божие не касается, вроде, ну, все вот по уму все это знает, понимает, да, а вот здесь вот нету, нету этой жизни. То, друзья, когда Христос учил, смотрите, что произошло у Петра. У Петра, который всю ночь трудился. И потом ему говорят, давай опять за это же принимайся, только уже днем. Когда рыбалка уже, ну, значит, не та, так скажем, да. И он говорит, конечно, я бы не стал бы этого делать, но по Твоему Слову я закину. Смотрите, Слово Божие, оно приносит эту веру, надежду в сердце человека. Поэтому, да благословит Господь, чтобы мы были на этом месте внимательными, чтобы получить благодать от Господа. Аминь. Вы выбрали вараву, не Христа, и, упиваясь властью в апиле, распни, и шла меж вами чистота, которую к кресту приговорили, плевали, лепотой своей гордясь, и, восставая на святое, били во всех грядущих, нерожденных нас, нести тот грех, как крест. Приговорили, столетия не стали нам в урок, по-прежнему мы слепы и безумны, и, отбывая этой жизни срок, нам некогда о вечности подумать. Стоим в очередях за колбасой, листаем детективов модных главы и, наполняя души пустотой, вновь отвергая свет, твердим вараву, ведя обычный с кем-то разговор, бездумно восклицаем, Боже, правый, мы заслужили холод, глад и мор, забыв Христа, довольствуясь варавой. Будьте совершенны, как Он свят, а кто свят, тот на небо взят, света достигай на пути Христа, начнется жизнь с чистого листа. Будьте совершенны, как Он свят, а кто свят, тот на небо взят, Света достигай на пути Христа, Начнется жизнь с чистого листа. Блаженны нищие духам, Ибо их есть старство небес, Блаженство чистым сердцам, Увидят Бога, Он воскрес, И Тот заслужил блаженство, Кто с близким поступал милостиво. Счастливый, кто льет слезы, Сыне Бога, они миротворцы. Будьте совершенны, как Он свят, А кто свят, тот на небо взят, Света достигай на пути Христа, Начнется жизнь с чистого листа. Будьте совершенны, как Он свят, А кто свят, тот на небо взят, Света достигай на пути Христа, Начнется жизнь с чистого листа. Какая награда для нас, Если любим любящего, Любите обижающих вас, Это путь совершенного. Божий, дети, миру свет, Исполняйте Божий завет, Не судите никого из людей, Вере святость покажите быстрей. Будьте совершенны, как Он свят, А кто свят, тот на небо взят, Света достигай на пути Христа, Начнется жизнь с чистого листа. Будьте совершенны, как Он свят, А кто свят, тот на небо взят, Света достигай на пути Христа, Начнется жизнь с чистого листа. Жизнь и река бежит, Вечность она ведет, Кто грех свой победит, Вечную жизнь войдет. Нужно Иисуса искать, Нужно Его найти, Вечную благодать, Верою обрести. Вера нелегкий путь, Узаконный тернись, Главное не свернуть. Главное прямо ввысь, Нужно Иисуса искать, Нужно Его найти, Вечную благодать, Верою обрести. Нужно Иисуса искать, Нужно Его найти, Вечную благодать, Вечную благодать, Верою обрести. Верю, Господь Иисус, Верю, Ты мой Творец, Верю, отрешь слезу, Дашь славы мне венец. Нужно Иисуса искать, Нужно Его найти, Вечную благодать, Верою обрести. Нужно Иисуса искать, Нужно Его найти, Вечную благодать, Верою обрести. Божьим словом свой дух наполни, Каждый взгляд к небесам направляй, Сердце любовью и верой исполни, Жизнью Христа прославляй. Сердце любовью и верой исполни, Жизнью Христа прославляй. В этом мире греха безмеры, Будьте трудно в свободе стоять, Бог даровал всем Христовым дар веры, Блость на Голгофе распять. Бог даровал всем Христовым дар веры, Блость на Голгофе распять. Ты не бойся, не устрашайся, Рядом Бог не уйдет никогда. Любит Отец тебя, не сомневайся, Божья любовь навсегда. Любит Отец тебя, не сомневайся, Божья любовь навсегда. Божья любовь навсегда. Давайте мы все скажем дружно, Слава Богу! Мы с вами все дождались лета, Все это ощутили, Особенно кто вчера на браке был, Я думаю, прогрелся хорошо, Потом зимой будем вспоминать, Что были времена, когда мы не знали, Куда от тепла одеваться. Но когда приходит лето, Приходят и заботы. Я так думаю, мы все с вами с этим сталкиваемся, Всякие ремонты, всякие стройки. И вот мне хотелось бы немножко На эту тему поговорить. Я думаю, вы понимаете, Что не о земном строительстве, А о духовном. Но я хотел бы взять прообразом. Это когда строился храм Соломонов. Я читаю с 5 главы 3 царств. Пару стихов. Там написано, Выше маленько, с 15 стиха. Еще у Соломона было 70 тысяч Носящих тяжести, И 80 тысяч каменосеков в горах, Кроме 3 300 начальников, Поставленных Соломоном над работой Для надзора за народом, Который производил работу. И повелел царь привозить Камни большие, камни дорогие, Для основания дома. Камни обделанные. Обтесывали же их работники Соломоновы, И работники Хирамовы, И гивлетяне, и приготовляли дерева, И камни для строения дома. То есть мы видим с вами, да, Где-то там были какие-то места, Такие каменоломни там, Или там как их называли, Да, где камни эти обтесывались, Приготовлялись. И вот я читаю следующую главу, 6 глава 7 стих. Написано, Когда строился храм в Иерусалиме, На строения употребляемые были, Обтесанные камни, Ни молота, ни тесла, Ни всякого другого железного орудия Не было слышно в храме при строении его. То есть мы с вами видим, Где-то было место, да, За городом, это не в Иерусалиме, Там обтесывались, приготовлялись, Там все это подгонялось по определенному размеру, Потом привозилось на место, Где храм строился в Иерусалиме, И на свое место каждый камень Займал свое место, Уже обделанный, обтесанный, приготовленный. Там не было уже никакой работы, да, Ни тесла, ни молота не было слышно. Читаю о другом строительстве, О котором я хочу сегодня немножко сказать. Откровение, 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю, Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, И моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, Новый, сходящий от Бога с неба, Приготовленный, как невеста, Украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, Говорящий, Сес, киня, Бога с человеками, И он будет обитать с ними, Они будут его народом, И сам Бог с ними будет Богом их». И читаю еще один стих, В конце этой главы, 27 стих, Написаны такие слова. «И не войдет в него ничто нечистое, И никто преданный мерзости и лжи, А только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Слава Господу! Мы видим, идет другая стройка, да? Там камни обтесывались за городом, Привозились в Иерусалим, Каждый камень занимал уже обделанное свое место. Здесь написано, вот в этот вот небесный Иерусалим Ничто не приготовленное, Ничто преданной мерзости и лжи не войдет. То есть есть место, я так думаю, Это наша с вами земная жизнь, В этих наших с вами телах, да? Где мы с вами проходим эту обработку? Написано, вот этот вот город небесный Иерусалим, Понимаем, это церковь Иисуса Христа, Вот она приготовленная. А где она приготовляется? Где она обтесывается? Это в этой каменоломне, Где мы с вами находимся, да? Где мы помещены в такие условия Богом, да? Где обрезаются какие-то там лишние моменты в нашем сердце, Чтобы мы уже готовенькие заняли свое место, Приготовленное уже для нас, И каждый из нас обрабатывается под это место, да? И заняли свое место в той нише, В той скине Бога с человеками в небесном Иерусалиме. Слава Богу! И зачитаю еще один стих, Слово Божие говорит в 1 Петра, 2 глава я читаю со 2 стиха, Нет, с 4. Приступая к нему, камню живому, Человеками отверженному, Но Богом избранному, драгоценному, И сами, как живые камни, Устрояйте из себя дом духовный, Священство святое, Чтобы приносить духовные жертвы, Благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, Вот я полагаю в Сионе, Камень краеугольный, избранный, драгоценный, И верующий в него не постыдится. И вот мы видим с вами, да? Какое основание у этого небесного Иерусалима? Это написано, Сам Иисус Христос является краеугольный камень, А мы с вами кто? Написано, живые камни. И вот мне хотелось бы такой вопрос поднять. В чем же проблема? В чем же проблема и основной вопрос, Который я так вот вижу и на эту тему Размышляю и продолжаю размышлять. И ответов так и не нахожу. Я сегодня об этом немножко поясню. Я так думаю, что в этом-то все и дело, Что мы с вами живые камни. Вот те камни, знаете, их обтесывай, Не обтесывай, Снимай с них стружку, да? С этих там... Ничего, да они молчат. Они мертвые камни. А весь вопрос в том, Что мы с вами живые камни. И мы с вами чувствуем эту обработку. Она проходит через сердце наше. Может быть не совсем библейский пример, Но вспомните, все мы хорошо известны, Такая сказка про Буратину. Помните, когда Папа Карлов взял полено, И он начал там его обтесывать, Он там, ой, да, начал кричать. Почему он начал кричать? Потому что он живой, да? И вот когда нас Бог начинает обтесывать, Мы с вами не молчим. Мы с вами начинаем... Нам больно. Мы с вами, ой, говорим, да, Нам как-то какая-то борьба Внутренняя происходит. Почему? Потому что мы с вами живые камни. Богу не нужны мертвые камни. Священное Писание говорит, Что вот этот вот небесный Иерусалим Это скиния Бога с человеками. Там только живые камни. Возрожденные сердца будут, да, Составлять вот этот небесный Иерусалим, Духовный дом. Слава нашему Богу! Но в том-то все и дело, да, Что эта обработка, когда проходит, Не совсем бывает приятной. Это самый большой вопрос. И я хочу немножко вот как бы На эту тему порассуждать. Смотрите, я читаю 24 глава притчи. Я сразу 4 стиха из разных мест зачитаю, Чтобы как бы... Хотя их больше, но я так, ну, на мой взгляд, Выбрал такие подходящие для этой темы. Читаю 24 глава притчи, 16 стих. Ибо 7 раз упадет праведник и встанет, А нечестивые впадут в погибель. Слово Божие говорит, Ибо 7 раз упадет праведник. Не может быть упадет, да, Ни там, ни как-то, 7 раз, 7 полнота, да, Какое-то определенное число раз, И Бог говорит, упадет он, да, 7 раз, Но встанет. Дальше читаю. Плача Иеремия. Третья глава. Я читаю с 37 по 39 стих. Кто это говорит, и то бывает, Плача Иеремия. Кто это говорит, и то бывает, Чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего Происходит бедствие и благополучие. Зачем сетуй человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Без ведома Бога вообще ничего не происходит, Даже бедствия никакие, да, мы с вами видим. Но Слово Божие говорит, да ты не сетуй, Ты сетуй на свои грехи, Почему в твоей жизни это происходит, да? Дальше читаю. Иеремия, 15 глава, 19 стих. На сие так сказал Господь, Если ты обратишься, то я восставлю тебя, И будешь предстоять пред лицом моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, То будешь, как мои уста, Они сами будут обращаться к тебе, А не ты будешь обращаться к ним. То есть Слово Божие говорит, Что из ничтожного нужно извлекать драгоценное. И последнее место. Из Нового Завета я читаю 8 глава к Римлянам, 28 стих. Притом знаем, что любящим Бога, Призванным по его изволению, Все содействует ко благу. Вы знаете, вот без веры, Вообще этот стих, ну, очень трудно принять, да? Когда включается логика, То как можно так вот, ну, сказать, Ну, например, я, да? Что мне, например, содействует ко благу Там какое-то такое, ну, дело, ну, не знаю, Болезнь там какая-то, да? Там еще что-то произошло. Или мое даже падение духовное, да? Ну, как можно, да? Вот подумать. Но Слово Божие говорит, Что если я Бога люблю, Если я являюсь тем живым камнем В Его обработке, да? Нахожусь в этой каменоломне, То я, если смотрю глазами веры На все вот это вот, что я прочитал, да? То это для меня все содействует ко благу. И смотрите, как интересно получается, Чтобы немножко раскрыть вот эту мысль Конкретный библейский пример. Царь Иезекия, помните, Очень благословенный царь. Слово Божие говорит, Что такого не было ни до него, да? Ни после него. Я читаю, такой случай у него произошел У этого царя, которому сам Бог поставил, да? Такую характеристику дал, Что очень благословенный. Происходит такая ситуация. Мы все знаем ее. Помните, когда Бог ему продлил жизнь На 15 лет, И вот к нему приходят послы, Значит, да? Я вот это место читаю. 20 глава с 12 стиха. В то время послал Беродах Баладат, Сын Баладана, царь Вавилонский, Письма и подарок Иезекии, Ибо он услышал, что Иезекия был болен. Иезекия, выслушав посланных, Показал им кладовые свои, Серебро и золото, И ароматы и масти дорогие, И весь оружейный дом свой, И все, что находилось в сокровищницах его, Не оставалось ни одной вещи, Которой не показал бы им Иезекия В доме своем и во всем владении своем. И пришел Исаия пророк к царю Иезекии, И сказал ему, Что говорили эти люди, И откуда они приходили к тебе? И сказал Иезекия, Из земли далекой они приходили из Вавилона. И сказал Исаия, Что они видели в доме твоем? И сказал Иезекия, Все, что в доме моем они видели, Не осталось ни одной вещи, Которой я не показал бы им в сокровищницах моих. И сказал Исаия Иезекия, Выслушай слово Господне. Вот придут дни, И взято будет все, Что в доме твоем, И что собрали отцы твои до сего дня, Вавилон, Ничего не останется, Говорит Господь. Из сынов твоих, Которые произойдут от тебя, Которых ты родишь, Возьмут, И будут они евнухами во дворце царя Вавилонского. И сказал Иезекия, Смотрите, странные слова, да, Иезекия говорит, Исаия, Благо слово Господне, Которое ты изрек, И продолжал, Да будет мир и благосостояние Во дни мои. И знаете, интересно, Такой благословенный царь, И такой низкий поступок, да, И он еще после этого, Как бы такой царь, Все равно же у него было, Ну не знаю, Ну как так мог он вообще произнести, да, Когда ему такие вот вещи сказал Исаия от Бога, Он говорит, Благо мне, да, Вообще удивительно, да, Вот. И Слово Божие, Оно чем отличается? Оно нас не запутывает, да, Оно наоборот, На какие-то моменты Оно нас подводит к размышлениям И дает само ответы, да, Чтобы и мы с вами устроялись, да, Действительно, как живые камни. И я читаю разгадку На этот, как бы, Мой вопрос поставленный. Как так, Иезекий, Ты мог сказать такие слова, Когда с тобой такое произошло? Я читаю это 2-е, 2-е, Паральпоменон, 32-я глава, С 24-го по 26-й стих. В те дни заболел Иезекия, Ну, это параллельное, да, Место события, Смертельно, И помолился Господу, И он услышал его, И дал ему знамение. Помните там тень, да, Она это, Но не воздал Иезекия За оказанное ему благодеяние, Ибо возгордилось сердце его, Слово Божие отвечает, В чем была причина, да, Написано, Не воздал он за оказанное ему благодеяние, Ибо возгордилось сердце его, И был на него гнев Божий, И на Иудею, И на Иерусалим. Ну, дальше интересно. Но как смирился Иезекия В гордости сердца своего, Сам и житель Иерусалима, То не пришел на негнев Господень В одни Иезекии. Ну, до этого момента. И смотрите, Хочу немножко пояснить. У Иезекии была внутренняя проблема, У него была гордость. Бог, естественно, Очень сильно любил Иезекию, Потому что это был благословеннейший царь, Как Слово Божие говорит, да, Но Бог, Он как рентгеном просвечивает наши сердца, И видит, что есть что-то нечистое, Что камень нужно где-то обтесать. Но Иезекия этого не знает, да, Он живет себе, у него все нормально. И вот допускается ситуация. Ну, образом сказать, В медицинском плане, Если есть, например, Чири, да, То лучше, чтобы он прорвало наружу его, И вся эта грязь вышла, да, Чем пошло бы заражение внутрь. Бог допускает, Семь раз упадет праведник, да, И встанет. Бог допускает ситуацию в жизни Иезекии, Когда к нему приходят, И эта проблема духовная, внутренняя, У камня, у этого, да, живого, Она обнаруживается. Во благо ли это было? Не во благо для Иезекии. Это было во благо, Если смотреть во свете вечности. Иначе неприготовленный камень Не войдет в небесный Иерусалим. Он остался бы здесь, В этой каменоломне, Не знаю, что бы с ним произошло. Но это любящим Бога, да, Все содействует ко благу. Иезекий увидел это, Слово Божие говорит, Он увидел свою гордость, Но смирился, раскаялся, да, И когда он это все увидел, Когда Бог ему это открыл, Совершил этот труд в его сердце, Он говорит, благо мне, да, И вот тот вопрос, Я думаю, ну как так, Иезекий-то мог сказать, Какое благо тебе, да, Ведь такое ужасное произошло, Тебе пришел от Бога человек И сказал такие слова там, И все, А он говорит, благо мне. А вот здесь отгадка, Что была проблема в сердце Уезекия. Бог допустил, да, Допустил эту ситуацию, Что она вышла наружу, Иезекия сам это увидел, Раскаялся, Ничего не бывает без ведома Бога, да, Но всякие сеты на свои грехи. Причина не в Боге, Что эта ситуация произошла, А причина в том, Что у него был грех внутренний, Невидный может быть, да, Но Бог его сделал видным, да, Он раскаялся, Это во благо ему, И он, я так думаю, Что находится сейчас и ожидает, Я так думаю, да, И это наш брат Иезекия, Слава нашему Господу. Я думаю, что Бог совершает этот труд, Смотрите, например, Мы возьмем царя Давида, Я не буду зачитывать за экономию времени. Помните, под старость, Что он сделал? Решил пересчитать народ, да, Как его Иафни уговаривал, Не надо царь, да, Бог там еще больше даст. Нет, решил, да, Я так думаю, Вот это упование на плоть, Да, вот это вот все-таки царь, Да, гордость, Какая-то тут слава человеческая. Бог видит, Что есть проблема, Ну, Давид, Это же любимейший, да, Человек у Господа, Муж по сердцу Бога. Бог, Семь раз упадет праведник, да, Возвращаясь к этим местам. Бог попускает ситуацию, Чтобы Давид сам это увидел, Это обнаружилось. И это увиделось, Обнаружилось. Бог, Он не был приготовлен, Чтобы занять свое место уже, да, Туда же не может войти что-то нечистое, Это же святой Иерусалим небесный, да, Бог допускает ситуацию. Давид из ничтожного извлекает драгоценное, да, Раскаивается. И это происходит не потому, Что Бог виноват. Всякий сет и на свои грехи, Но без ведома Бога ничего не происходит. И любящим Бога призванным по изволению Все содействует ко благу. И Давид смирился, Раскаялся, там наказание было, да, И я так думаю, Что он тоже приготовленный, Уже в старости маленько потесал его Господь, да, Он занял свое место. Слава нашему Господу. Я говорю сегодня о строительстве, да, Вот этого небесного Иерусалима, И мы с вами как живые камни. И в этом проблема, Что мы с вами живые, И все это больно, И порой через слезы, да, И смиряться нужно. А это самый, наверное, такой больный процесс. И вот, Небольшой вывод. У Бога есть инструменты, У Бога есть инструменты. Ну, я так навскидку скажу. Первое, это тело наше, да, Мы никуда снимем. Человек, он живет в теле. Дух, душа и тело, это и есть человек, да. Вот никак мы не можем из него деться, да. Это как тиски такие, да, своего рода. Детальку в тиски зажали, Она никуда не денется. Снимаю с нее стружку, да, Плотненько зажато. А из этих тисков точно не выскочишь, да. Мы в теле живем. Выскочим, когда только умрем. Все, иначе нет варианта. Другое такое обстоятельство, да, Которое Бог допустил. Это время. Бог вне времени. Но Бог поместил нас в этих телах. И времени. И не от нас зависит секунда. Отчитывают. Часы отчитывают. Мы с каждой секундой приближаемся к вечности. Стареем. И никуда ты не денешься от этого. Ну хоть ты что сделай. Хоть ты какие омолаживающие там средства. Все равно. Ну продлишь. Но все равно, да. И то еще. Кто ее знает. Бывают старенькие. Скрипя до 100 лет. А молодые, да, здоровые. Раз и все, да. То есть время, да. Вот это Бог установил. Это тоже своего рода тиски такие. Мы никак из него не можем выпрыгнуть. Только когда мы с вами расстанемся с этим телом. Потом обстоятельства. Порой не всегда, да. От нас зависят обстоятельства. Вот пришло обстоятельство. И хоть ты что делай. Ты вообще ни при чем там, да. А вот поместил тебя Бог в эти обстоятельства, да. Потому что Он знает, какие обстоятельства нужны допустить. Какой резачок использовать, чтобы твое сердце, оно приготовлялось. Чтобы все внутреннее, то, что преданной мерости и лжи, оно не даст войти. Чтобы оно выскочило здесь наружу, да. И осталось здесь. Омытая кровью Иисуса Христа. Слава Богу. И еще один момент. Это совесть. Знаете, вот когда бывает порой Бог начинает стучать к совести человека, то человек даже, может быть, болеет, но он еще как-то может уснуть. А бывает, вот я переживал о своей жизни. Вот настолько совесть мучаешь, что даже уснуть не можешь. Вот ты переживаешь. Тоже это своего рода такой труд, обработка, да. Вот эти четыре фактора. И есть один нюанс. Есть один нюанс, о котором мне хотелось бы сказать. Вот как бы, ну, вывод такой я делаю. Вывод такой я делаю. Что бы нам нужно было, как я для себя так думаю. Я видя вот, смотря на свое хождение, на свои вот эти вот мысли об этом, об этом вопросе, о котором я говорю, о своей жизни, о прошлом, о настоящем там, о будущем. Я так думаю, первое, что нам нужно с вами сделать, это смириться с непостижимостью Бога. Мы должны с вами понять, что праведный верою жив будет, да. Что тут нужна вера. Никак нельзя умом, логикой понять, что нам все содействует ко благу. Нужно просто смириться. Бог непостижимый. И что я никогда этого не пойму до конца путей Божьих. Вот никогда, я сколько бы ни жил, и в вечности я никогда Бога до конца не пойму, потому что Он Бог. Его невозможно. Это бездна, да. У Него нет конца и начала. Я понимаю умом, нет конца и начала. Но я не могу это вместить. Я понимаю, что Бог триедин, Отец, Сын и Дух Святой. Я понимаю это. Но я не могу это вместить. Я и понимаю, и не понимаю. Нужно понимать, да, ну как бы, ну, смириться с этим просто, что я никогда своим умом... Помните, я раньше говорил такой пример часто, ну, прошу прощения, может, такой немножко потешный. Но если хомячку два месяца объяснять таблицу умножения, он все равно ее не выучит. Ему не дано просто это. Вот человеку, знаете, сколько Бог бы там, как оно ни происходило, я никогда не смогу все поставить точки над «и» и объяснить, это было потому, для того и так далее. Нужно просто смириться с этим и принять это, да. Первое. Второй момент. Бог никогда не виноват. Это тоже нужно верою принять. Произошла ситуация. Не он виноват, не обстоятельства виноваты, не что-то. В ситуации с Езекией. Был виноват не этот посол, который пришел, да, не кто-то еще. Был виноват. Грех всякий сетует на свои грехи. Нужно это понимать, да. То есть никто никогда не виноват. Нужно всегда, да, себя винить и понимать, что мои проблемы только из-за меня, да. И никто другой не виноват в этом. Верую принять. Это нельзя тоже объяснить логикой. Третий момент. Не надо чрезмерно жалеть о прошлом. Вот у меня есть эта проблема. Я начинаю думать. А если бы я учился в институте, а на Сибирской учился, там хотел капитаном дальнего плавания стать в институте инженера водного транспорта. Вот если бы меня там не выгнали, я бы там удержался, там бы то и то. Если бы там в армии у меня эта ситуация не произошла, а если бы я здесь не попался, а если бы то и то было бы. Знаете, вот Иезекия, да, он когда это увидел, он смирился, раскаялся и говорит, благо мне, да, все, что-то Бог совершил. Праведник семь раз упадет, у Бога есть какое-то число. Он-то Бог знает, он же вне времени, мы не можем этого понять. Мы просто верим в это, да, что у Бога все дни, все для меня назначены. Бог знает, где я споткнусь, что со мной будет через пять часов, как я бы эту проповедь закончу, я не знаю. А он все знает, он уже там, в конце моей проповеди, да, и в молитве, он уже все это, да. И вот я начинаю думать, ну почему, Господи, вот так, вот так бы было. А если бы вот так вот сделать, нужно изничтожного избирать, выбирать драгоценное. Нужно верою принимать, что я никогда не, да, что виновник моих проблем это я, это мое гордое сердце, несмиренное и так далее, и так далее. И нужно верить, раз мы любим Бога, значит, мы в процессе, обрабатываемся. Это каменоломня моя, да, чтобы там я занял свое место. И это вот, я не знаю, как вот все это вместить до конца, да, оно не вмещается, но только верою можно это принять. И хотелось в завершение зачитать два стиха и будем молиться. Ефесянам 2 глава, я читаю с 19 по 22 стихи. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, опять о строительстве, да, идет речь, на котором все здание слага и стройно возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Мы устрояемся только Духом Святым. Только Дух Святой, он может нам помочь, да, смирить наш разум. Как-то он может нам помочь увидеть, осознать, раскаяться, изничтожного драгоценного избрать, вообще просто радоваться, что мы в процессе в этом находимся. Слава Богу, что это вылезло сейчас. Если бы оно сейчас у Иезеки и там у Давида бы не вылезло, представляете, какая проблема была бы. Камень бы не вошел просто на свое место, он не занял бы его, да, как вот у горшечников, лопнул сосуд, но его выкидывают, да, все, он уже непригоден. Точно так же, слава Богу, что с нами бывает ситуация, что мы в этих тисках, обстоятельства, время, тело, совесть, да, о чем мы говорили, слава Богу, но это верою нужно, никак это нельзя ни следить, ни объяснить, верою нужно вмещать, да, обновиться Духом ума. Давайте мы помолимся, чтобы Дух Святой в этой молитве нас еще больше в это как бы совершил и взрастил. Простодушный и убогий Старый негр молился Богу, Лишь три слова он твердил, хриплым басом, Бог здесь бил. Пастыр Джон с ним долго бился, Чтоб молиться он учился, Чтоб красиво говорил, а не просто Бог здесь бил. Негр часами на коленях Слал Творцу благодаренье, Но молитву возносил так же кратко, Бог здесь бил. Жизнь его пришла к закату, И в больничную палату он для бедных угодил, Пастыр Джон к нему ходил, Но однажды видно было, Что пустую койка била. Пастыр у больничных он спросил, А где же бил? Тихой радостью объята Вся больничная палата Расцвела, как майский сад, А больные говорят, О, наш бил, святой поверьте, Утром перед самой смертью Тихо из последних сил Помолился, Бог здесь бил. Вся палата вслед за этим Озарилась ярким светом, Словно ангельский чертог С неба голос бил. Здесь Бог, пастыр ухнул на колени, Чтоб воздать Творцу хваленье, Но сумел промолвить он Лишь три слова. Бог здесь бил. Зачем, мой Господь, Ты оставил Всех ангелов в небе? Зачем, мой Господь, Ты оставил Родного Отца? И славу оставив всю, Родился Ты в смертном теле. Зачем, царь всего творенья Обнищал? На небе Тебе Славу дивные ангелы пели. Ты был там согрет Бесконечной любовью Отца. Зачем, Ты оставил свой Любимый небесный город? Зачем, Ты прийти на землю пожелал? Ты видел с небес, Как я жил безболезно, греховно, Достоин того, Что быть прошел и в огненный ад. И Ты тихо в мир сошел, И вместо меня покорно Был мучим, гоним, оплеван и распят. Для меня сошел Ты с небес, За меня был поднят на крест. Чтобы грех снять, боль мою унять, Чтобы мне удел с собою в небе дать. За что же меня, Мой Господь, бесконечно Ты любишь? Ведь я не достоин Поднять даже к небу глаза. На миг замолкает все, Глаза заливают слезы, Ведь я Тебе столько боли причинял. Хочу Тебя славить, Господь мой, За дар Твой бесценный. Хоть слаб я и нищ, И не знаю, где взять нужных слов. Пусть будут слова просты, Но искренние от сердца, Ведь Ты для меня так дорог, Мой Господь. Для меня сошел Ты с небес, За меня был поднят на крест. Чтобы грех снять, Боль мою унять, Чтобы мне удел с собою в небе дать. Для меня сошел Ты с небес, За меня был поднят на крест. Чтобы грех снять, Боль мою унять, Чтобы мне удел с собою в небе дать. Жизнь прекрасна, порой, В ослепительном блеске лазури, А порой и она до предела Плывает сложна. Но когда все умолкно Житейские скорби и бури, Будет вновь тишина, Будет вновь тишина. И по-прежнему будут гореть Голубые зорницы, И по-прежнему будет светить Темно мне без звезда. После вьюг будут вновь прилетать На крыльцо наши птицы, Только может уже на крыльце И не будет меня. Будет вновь золотиться Колосье дышистого хлеба, На полях серебрится Алмазным сиянием роса. Будет снова открыто Бездомное синее небо, Только может уже на земле И не будет меня. И по-прежнему будут гореть Голубые зорницы, И по-прежнему будет светить Темно мне без звезда. После вьюг будут вновь прилетать На крыльцо наши птицы, Только может уже на крыльце И не будет меня. И хочу я Творцу Каждый день непрестанно молиться, Он в любви, милосерд, И кому на земле нам идти. Когда час мой последний Настанет с землею проститься, И по-прежнему будут гореть Голубые зорницы, И по-прежнему будет светить Темно мне без звезда. После вьюг будут вновь прилетать На крыльцо наши птицы, Только может уже на крыльце И не будет меня. И по-прежнему будут гореть Голубые зорницы, И по-прежнему будет светить Темно мне без звезда. После вьюг будут вновь прилетать На крыльцо наши птицы, Только может уже на крыльце И не будет меня. Любовь, что же это такое? Любовь — это чувство, когда Ты делаешь каждому доброе, Не мыслишь, не делаешь зла. Давайте друг друга любить И каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь благодать. Пусть предан ты будешь засловным И завистью окружен, Но ты принимай все с любовью, Но ты принимай все с любовью, Любовь покрывает все. Давайте друг друга любить И каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь благодать. И на Голгофу, мой добрый друг, Увидишь любовь отца. Христос так тебя и меня возлюбил, Что принял все муки Христа. Давайте друг друга любить И каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь благодать. Но вот ты споткнулся, упал на пути, Вставай и иди вперед. Признай всю вину и раскайся сам, Ведь Бог наш, Он есть любовь. Давайте друг друга любить И каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь благодать. Давайте друг друга любить И каждому все прощать. Христова любовь чудесная, Христова любовь благодать. Ты прекрасен и велик, мой Бог. Кто я, что сумел вступить на твой порог? Ты услышал, когда во тьме кричал, Ты последний мой причал. Очистил меня кровью своей, Излил в мою душу драгоценный лей, Помазанный агнец. Теперь я твой храм, Всю славу и честь, Я тебе лишь воздам. Очистил меня кровью своей, Излил в мою душу драгоценный лей, Помазанный агнец. Теперь я твой храм, Всю славу и честь, Я тебе лишь воздам. Ты единый и святой, Мой Бог, Пред тобой я устоять не смог. Ты открыл мне откровеньем дверь, Исцелил мне сердце от потерь. Очистил меня кровью своей, Излил в мою душу драгоценный лей, Помазанный агнец. Теперь я твой храм, Всю славу и честь, Я тебе лишь воздам. Очистил меня кровью своей, Излил в мою душу драгоценный лей, Помазанный агнец. Теперь я твой храм, Всю славу и честь, Я тебе лишь воздам. Всю славу и честь, Я тебе лишь воздам. Дух лады производящий, Радость сердца от твари, Блей в меня живот творящий, Луч сияющей любви. Ты мне дал дары не пленья, Дал богатство в небеса, Не цени приобретенья, Нету в мире лучших глаз. О тебе, 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 Дай радость, Дай мобильный верить, Сладость, Светом неба обладать. Погибал я в согрешенье, Ты за мненью все предал, Дай, чтоб радостью прощенья Я и ныне трепетал, Полный радости спасенья Я хочу спасать другим. Дай мне радость обретенья, Душ подивших неживых. О Тебе, О Тебе, О Тебе, Дай радость, Дай мобильный верить, Сладость, Светом неба обладать. Дай мне радость, Что сияет В полном сумраке ночей, Что к тому Творцу сладает В день сомнений и скорбей. Дух плоды производящий, Радость сердце обнови, Влей меня животворящий, Луч сияющей любви. О Тебе, О Тебе, Дай радость, Дай мобильный верить, Сладость, Светом неба обладать. Слава Господу. Дорогие друзья, Мы рады приветствовать Церковь Господа, Невесту Господа. Мы рады приветствовать Наших друзей, Нашу большую, Огромную и очень родную семью. Слава Господу. Знаете, Очень как-то для меня всегда чудо такое, Когда я приезжаю в Томск, Вообще в Томскую церковь, И вижу много столько народа, Которые приходят именно послушать. Именно приезжаю и смотрю, Что много народа приходит, Чтобы послушать Тех слов живых, Слов Господа, Чтобы как-то обновиться, Обновить свою внутренность, Свой дух, Получить благословение такое от Господа. И мне всегда как-то радостно, И для меня это действительно такое чудо, Что я приезжаю, смотрю полный зал, И смотрю, там в фойе постоянно народ, Как бы, ну, столько много народу, Не вмещает, да, зал уже. И все как-то смотришь, Вроде там и детки такие еще, Ну, такого достаточно небольшого возраста еще, А уже как-то смотришь, Поют вместе, вместе со всеми, Прославляя Христа, Знаете, смотришь, слушают, Как-то, ну, как-то, знаете, Ну, как бы сказать, Господи Богослови, Ну, видно, что человек старается как-то что-то слушать, Что-то услышать, да, И мы понимаем, что написано в Слове Божьем, Что человек, он будет жив именно Словом Божьим, Слава Богу. И, знаете, мы приходим, Чтобы послушать этих слов живых, Что нам сегодня хочет Господь сказать. Я всегда волнуюсь, Когда выхожу, Перед таким большим количеством народа Что-то говорить, И у меня обычно я там что-то стараюсь, Пишу там для себя, Делаю, чтобы мне там не забыть. Но когда выхожу, У меня, ну, может, как-то там, не знаю, От волнения, там что-то все, Все уходит, все улетает. Я думаю, Господи, благослови, Как-то хочется, чтобы послужить как-то для Бога, Что-то там как-то сказать, И, ну, видишь свою неспособность, И как-то, ну, не можешь при все это Как-то себе собрать. Помоги Господь. Вы знаете, Слава Богу, что мы все Некогда уверовали, да, пришли к Нему. И для нас Он является, Мы вот поем, мы как-то, знаете, В одном духе таком находимся, Мы напоены этим духом Бога. И мы понимаем, о чем идет речь. Слава Богу. Вы знаете, я тут позвонил тоже домой, Ну, позавчера, по-моему, И разговаривал там, ну, позвонил брату, Хотел там с ним переговорить. И там жена его трубочку взяла, И мы так с ней так долго общались. Опять она такая, знаете, Ну, как бы сердце вроде ищет, Жаждет, а как бы еще, ну, так вот. И мы так разговаривали, И она говорит там, ну, много всяких вопросов. И говорит, что как бы, Ну, что для вас это, что для вас то. Вы знаете, что для вас там, ну, является там Рождеством Христа, Что для вас является там Пасхой, там все. И как бы, Ну, я ей сказал, что наша Пасха – это Христос, который пришел, да, И который отдал себя, Оставил славу небес, И отдал себя, чтобы мы с вами могли быть живы. Слава нашему Господу. Вы знаете, Она говорит, ну, я не знаю, Как там для вас, Ну, что непонятные какие-то слова. И она мне так говорит, Что Пасха – это Крашеные яйца, Это там булки там всячески запеченные такие. И слава Богу, что мы понимаем, Что нам Господь это открыл Духом Святым, Что это не булки и не крашеные яйца. Да благословит нас Господь, Который действительно пришел в нашу жизнь, Который действительно воскрес для каждого. И знаете, Много, Много народа, Которые еще, ну, Не спасенных, да, Еще не знающих, Может, там ищущих. И пускай Бог благословит нас Быть именно церковью, Церковью Бога Живого, Знаете, Чтобы нам еще отогревать этих людей, Которые находятся, Может, ну, где-то. И я знаю, Что много-много Здесь находится сегодня народа, Который Каждый отдельный человек, Отдельная личность, Это отдельная судьба, Такая, порой, узнать, Изломанная, Искалеченная, Такая, исковерканная, Но всех нас нашел И привлек к себе Господь. Слава нашему Господу. И мы сегодня приходим сюда, На это место, Чтобы послушать этих глаголов Вечной жизни, Чтобы напитаться им. Вы знаете, Мы шли тут на улице, Тоже по городу, Вышли прогуляться. Ну, идем мы и смотрим, Там человек один сидит, Ну, как нищий, да, Наверное, Как правильно так сказать. И, ну, как бы там Просит там что-то, Чтобы ему там дали на хлеб. Ну, сестры пошли в магазин, Чтобы там что-то ему взять. И мы так начали с ним разговаривать. Я говорю, Есть такой адрес здесь, Добролюбова, 41. Я говорю, Добролюбова, 41, знаешь? Он такой, знаю. Ну, думаю, наверное, Может там правда обманывать. Нет, он, как бы, знаете, Раз так и все называет. Да, там пятидесятники, Да, там то и то и то. Но мы видим, Что вроде как бы действительно Человек знает, Что там есть люди, да. И мы с ним начинаем общаться, Там все. Он, да, я, говорит, не пойду. Мы говорим, Ты сходи на служение. Ну, ты сходи, Ты как-то послушай. Может, Бог коснется Твоего сердца И что-то там растопит в тебе. А, знаете, Да я не пойду, Я, ну, как бы, Православный. Мне, как бы, Зачем? Там, ну, мне это не нужно. Вы знаете, Если мы хотим Бога действительно славить, Если мы хотим Действительно за Ним идти, То написано, Что вера, Она без дел мертвая. Правда ведь? И нужно своей жизнью, Действительно, Если ты веришь, Что, ну, Стараться за Богом идти И удаляться от всякого рода зла. Да благословит нас Господь. Знаете, Я прочитаю сейчас Слово из Титу Вторая глава И написано так Ибо явилась благодать Божия Спасительная для всех человеков. Слава Господу. Вы знаете, Эта благодать Божия Явилась И дальше написано Научающая нас. Она нас научает. Написано Тут Перечисления Всякие. Но чтобы мы отвергнули Написано Отвергнув нечестие, Мирские похоти, Целомудренно, Праведно И благочестиво жили В нынешнем веке. Вы знаете, Слава Господу. Эта благодать Божия Она явилась, Чтобы сегодня нас научать. И мы приходим Я себя не чувствую Каким-то способным Как-то, ну, Каким-то таким проповедником Там что-то там говорить. Но вы знаете, Каждый из нас Каждая вот эта вот Личность, Отдельная судьба, Которую нашел Бог. Вы знаете, Мы сегодня сюда приходим И научаемся от Бога, Правда ведь? Мы научаемся от Него, Что-то Господь говорит Через проповедников, Через поющих, Все вот это Слово Божие, Которое проникает Глубоко Внутрь меня, Как бы, Вот через всю эту вот оболочку Касается моего Духа, Которого некогда родил. Слава Богу. Ведь для Бога нету ничего. Он написан, Он проникает везде, да. И для Него, Это нам кажется, Мы там друг от друга Этими оболочками, да, Сокрыто. А для Него, Написано, Перед Ним все обнажено. Слава Богу. И Он всякий Дух видит И касается Его, И знает, Что в нас сделать. И я прочитаю еще одно место. Это из Тимофея. Третья глава. И написано так. Павел пишет, да, И говорит, И если замедлю, Чтобы ты знал, Как должно поступать В Доме Божьем. В Доме Божьем, Который есть Церковь Бога Живого. Он говорит, Столб И утверждение истины. Вы знаете, Оказывается, Истина, Если мы Церковь, Мы эту истину Должны утверждать В своей жизни, На каждом месте, Во всякое время. Знаете, Столб написано И утверждение истины. И вот не просто, Ну там просто как бы говорить, Да, Но написано, Быть этим столпом, Если ты Церковь, И эту истину действительно Утверждать в своей жизни. Где-то Кого-то, Когда очень-очень холодно, Обогреть этим столпом Этого огня. Помните, Когда вел народ израильский, И написано, Ночью в столбе огненном, Да, А днем в облачном, Да, А где-то, Может быть, От зноя Кого-то прикрывать. И не всегда так у нас, Правда, Знаете, Вот приходят люди, Чтобы где-то, Ну, Такие, Как бы сказать, Уставшие, Может, От греха, Такие, Может, Побитые этим грехом, Которые там все уже внутри Начинают разрушать. Вы знаете, И Бог хочет от нас, От церкви, Чтобы мы могли этого человека Своей любовью отогревать, Чтобы мы могли его вмещать, Нести где-то, Прощать. Знаете, Пускай Господь нас благословит, Чтобы действительно могли так поступать. Хотелось бы, Чтобы мы вместе помолились сегодня Господу, да, Возвали, Чтобы Бог благословил, Научал нас, Как нужно там в своей жизни поступать, Что там как-то делать. Но вы знаете, Я вот хочу сказать, Что никогда нас Господь нашел, И, слава Богу, Вел нас в эту большую семью. И написано в Библии так, Что он пришел Отпустить измученных на свободу. Слава Господу. Мне всегда это на сердце так, Как бы сказать, Когда человек действительно устает От своего греха, Измучился от него, И он понимает, Господи, Уже не знаю, Что делать там, Не могу. В нашей жизни было так, Однажды я в какой-то момент Там пил, Не мог остановиться, Был очень такой большой, Сильный запой. И знаете, Я так чувствую, Но не могу уже, Сил никаких нету. И вышел так ночью В огород там, Он был уже чистый, Мы там выкопали всю картошку, Я так вышел. И был еще такой, Ну знаете, В таком, Ну как бы, В таком состоянии, Еще, как бы, Можно сказать, В пьяном даже. Но я видел, Что я не могу не остановиться, Там уже как бы, Уже сил не было от этого. Вроде как бы, Желание есть остановиться, Хочу остановиться, Обещаю, Не буду больше, Там не пить, Там ничего. А не могу. Потом позже, Когда начал читать уже Библию, Увидел, Что есть, оказывается, Такое некое рабство греховное. И знаете, Очень долго в этом рабстве пребывал, И дьявол, Ну, до определенного времени В моей жизни Все там, ну, Разрушал. Ну, Знаете, написано, Воззови ко мне, И я услышу. И я так вышел, Такое чистое небо было, Ночь. Я так упал на колени, Сказал, Господи, Если ты есть, Пожалуйста, Помоги, Вытащи. Нету никаких сил. Сам не могу справиться. И знаете, Сегодня, Знаю, что Бог услышал, Сразу стал отвечать, Стал там посылать Каких-то людей где-то. И сегодня, знаете, Бог, Он говорит, И на служении, Там через все псалмы, Там через какие-то проповеди. Может быть, Еще кто-то пришел На это место, Кто, ну, Знаете, Еще не произошло Этой личной встречи с Богом. Может, Кто-то действительно Там устал от своего греха, Не может, Но не может сам справиться С этим грехом. Вы знаете, Нужно впустить Написанное Иисусом. Мы сегодня пели, Что нужно Иисуса искать, И нужно его найти. Пускай Господь благословит, Чтобы мы действительно Искали. Только Бог может Дать свободу. Потому что написано, Что Иисус говорит, Я есть Путь истинный, И жизнь. Слава Богу. Пускай Господь Нас благословит. Я рад сегодня Приветствовать, Знаете, Быть на этом месте, Приветствовать Ну, Славную, Красивую, Нарядную невесту Господа. Слава Богу. Вы знаете, И очень радостно Сегодня Быть на этом месте, На таком, Ну, скажем, Таком свидании, Да, С нашим Господом. Приходим, Чтобы действительно Получить от него Благословение. И все мы, Вчера мы, Извините, Не все мы уже там, Вчера были на браке, Да, У нашей сестры тоже. И, ну, Мы так смотрели, Нам все так понравилось, Мы никогда не были На таких мероприятиях. И мы так, Нам все понравилось, Невеста нарядная, Там, Жених, Такой брак, Такой пир, Такой как бы брачный. Ну, так, Слава Богу, Все так хорошо, Приятно так, Как-то действительно В одном духе. Если там, Ну, Смеешься, Смеешься от души, Если плачешь, То только искренно. Вы знаете, Я так сидел, Тоже думал, Думаю, Есть брачный пир, Который будет на небе. Слава Богу, И мы на этот пир Все приглашены. Пускай Господь Нас благословит. Пускай Господь Нас благословит, Действительно хранить Те одежды, Которые нам Бог дает. Даром, Знаете, Пускай Бог благословит, Сегодня явилась Эта благодать Спасительная Для всех нас, Которая нас научает, Чтобы нам действительно Быть церковью, Не просто как-то, Но на всяком месте, Я думаю, Каждому из нас Бог дает трудиться. Где мы бы и не находились, Там, На работах, Там, Ну, В каком-то там, В каком-то окружении. Нам Бог всегда дает трудиться, Что-то где-то говорить, Может своей жизнью показывать. Вы знаете, Мы часто общаемся Тоже с братьями, Смотрим на их какое-то поведение, Мы же всегда Как-то что-то подмечаем. И так общаемся, К примеру, С братом, Там, Сашей, Да, Он, Вот там, Сказал там человеку одному, А он там что-то не приехал. Ну, И так видно, Что вроде как будто Огорчение подходит. Он тут же идет, Себя ловит на том, Что, Ну, Ладно, Ничего, Слава Богу, Все Господь управит, Все устроит. Раз машина подъезжает Там в последний момент, Хотя мы так уже смотрим По времени, Там уже все не успеваем, Там что-то не получается. Подъезжает машина какой-то там, Дядечка нас садит, И нас там буквально За какие-то там Несколько минут Прямо до, Ну, Сюда до церкви довозит. Я такой думаю, Там загорается красный, Он такой летит, Мне там надо, Я тороплюсь. Вы знаете, А я понимаю, Он торопится на одном Сигнале светофора. Я, Извините, Я не говорю, Что это так правильно, Там хорошо, Нет. Он оказывается куда-то Торопится, А мы ему даже не говорим, Что мы торопимся, Что у нас там как бы Время там, Ну, Уже там все как бы, И он так раз-раз-раз Там на двух сигналах, Там нарушил, Там нарушил, И приезжает, Ну, Так быстро нас сюда привез. Ну, Я такой думаю, Слава Богу, В общем, Как-то знаете, Вот Господь написано, Ну, Желание боящихся Его как бы видит, Исполняет, Там делает, И через какие-то Благословит, Действительно, Быть верными Богу, Быть вот этими столпами, Которые утверждают эту истину, А кого-то одогревать, Может, Кого-то от зноя прикрывать. Пускай нас Бог благословит, Даст нам эту мудрость. Очень хотелось бы передать Тоже с Назинской церкви Большой привет, У нас сегодня как бы Большая часть, Назинцев, Скажем, Она здесь присутствует, Но там немножко осталось. Но все передают Большой такой горячий привет. Тоже все Очень действительно любят, Действительно, Ну, Постоянно молятся, Постоянно благодарят за то, Что мы родились, Можно сказать, Через Томскую церковь, Через вот это все благовестие. Все Большой передает Такой искренний привет. Просит, конечно, Чтобы за нас молились. И мы там всякие такие времена Переживаем какие-то трудности, Тоже заботы, Какие-то скорби, Там что-то. Но как Саша уже говорил сегодня, Что все это содействует Ко благу, Слава Богу, Чтобы просто нам действительно Где-то там довериться. Пускай нас Господь благословит. Вы знаете, Мы все приходим на это место, Может, какие-то несовершенные, Может, какие-то там, Ну, что-то в нас там, Один там такой, Другой такой, Третий там вот такой. Вы знаете, Но когда мы начинаем Призывать имя Божие, И Бог начинает что-то там говорить, Как-то там что-то к нашему сердцу, И мы, знаете, Соединяемся все в одно, Соединяемся с Богом. Слава Богу. Имеем такое единое сердце. Пускай Господь нас благословит, Потому что сила церкви, Вот именно быть в единении, Именно как-то друг друга вмещать, Прощать, любить, ценить. Пускай нас Господь благословит. Нам где-то, может, Этого не хватает, Но мы все несовершенные. И как Сережа, да, Говорит, да, может, Что-то где-то там не получается, Сегодня там, Или как-то там, Знаете, Но я пытаюсь, Я прошу Господи, Ну, Ты мне помоги все равно. И мы все, я думаю, Так же где-то, может, Спотыкаемся, Может, Где-то даже падаем. Но да благословит нас Господь, Никогда от Него не отходить, Держаться Его, Потому что это действительно Великая милость Божия, Что сегодня все мы здесь, На этом месте, Что Он нас всех нашел, Не по каким-то нашим делам, Там чему-то, А по своей великой милости, Любви. Да благословит нас Господь.